Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Может ли парень долго не разговаривать и проявлять агрессию только из-за обиды на ужасные слова, сказанные мной, очень унизительные с моей стороны, собак ничтожество, в ответ, конечно, на боль после его холодных и необъяснимых реакций. Сам по себе обычно молчалив, это пугает. Говорит сам, что любит и ценит через три дня, говорит, что ошибался после конфликта. И то всё это выпрошенные ответы. Как поступать с таким типом мужчины или это конец, хотя уже были расколы, которые я решал своими долгими монологами и он приходил в себя. Ну, я бы сказал, что по описанию, ваши отношения, на мой взгляд, являются созависимыми. То есть, вот, вы описываете созависимые отношения, вот, где, в общем-то, довольно серьёзное нарушение личных границ, где, где деструктивно выстраиваются коммуникации между вами, где у вас есть тревога, где у вас есть страх и где у вас есть определённые ожидания от человека, которые реальности, мягко говоря, не соответствуют. Есть, как мне кажется, дефицит общего между вами. На мой взгляд. И этот дефицит общего также необходимо корректировать. То есть, что связывает вас с молодым человеком, что у вас общего, что между вами общего. Вот. Дальше. Вам необходимо поработать со своей болью, которую вы чувствуете. Потому что не умение выразить свою боль. Ведёт к негативному аспекту в отношениях. Вот. Собственно, вот то, что происходит сейчас между вами. Мужчина. Вот. То, на что я могу вам обратить сейчас ваше внимание. Теперь. Давайте разберём более подробно то, что вы описываете. Может ли парень долго не разговаривать и проявлять агрессию только из-за обидно частых слов, сказанных мной? Да. Может, если эти слова унизительные, как вы сами говорите. И здесь не совсем понятно раскаивать, если вы из-за эти слова и так далее. То есть, ну, вообще-то, если раскаиваетесь, то, наверное, неплохо было бы извиниться. Да. Дальше в ответ, конечно, на боль после его холодных и необъяснимых реакций. Я думаю, что здесь у вас болезненное соприкосновение с личными границами человека имеет место быть. И вот невозможность для вас безболезненно с ними сталкиваться, ну, или, по крайней мере, проживать боль. Сам по себе обычно молчалив это пугает. Но, опять же, смотрите, если он обычно молчалив, то вот он такой. А вас это пугает. То есть, как бы, принимаете ли вы его таким, какой он есть в данном случае? Говорил сам, что любит, через три дня я ошибся после конфликта. Ну, это на эмоциях, может быть. Ну, вот. Как поступать с таким типом мужчин или это конец? Как поступать, чтобы что? Аноним. Ну, вот. Как поступать, чтобы что? Как поступать, чтобы что? Цель-то у вас какая? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.